Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самарской области создан общественный штаб по независимому наблюдению за выборами. Они пройдут 10 сентября. Меняют дорожное полотно на участке от улицы Магистральной до Аэропортовского шоссе. В Самаре продолжается ремонт дорог. Молодецкая удаль и девичья стать. В Самаре прошел праздник «Казаки на страже мира». Посмотрели показательные выступления самбистов, дали спортивную клятву. Самара присоединилась к федеральному проекту «Самбо в школу». Паблик телеканала «Самаргиз ВКонтакте» улучшает свои позиции. По итогам апреля мы заняли второе место по вовлеченности подписчиков ВК по версии Нью-Медиа с показателем 4,2%. В Общественной палате Самарской области утвердили решение о создании Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году. В единый день голосования 10 сентября пройдут выборы губернатора Самарской области депутатов Дум Тольятти и Сызрани. Кроме того, дополнительно предстоит выбрать депутатов собраний представителей сельских поселений в 15 муниципальных образованиях региона. В состав Общественного штаба, кроме членов Региональной общественной палаты, вошли ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего сейчас в составе штаба 15 человек. Одна из основных задач – координация работы общественных наблюдателей в дни голосования. В пятницу 19 мая в Самаре проведут автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2023-2024 учебные годы. Для успешного проведения процедуры Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений, необходимо обратиться в многофункциональный центр для внесения изменений. Распределение свободных мест производится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев. Наличие у родителей или законных представителей ребенка – право на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места в детский сад, даты регистрации ребенка в электронном реестре, возраста по состоянию на 1 сентября 2023 года, направленности группы, а также на основании желаемой даты зачисления, не позднее 1 сентября текущего года. О предоставлении места для ребенка в детском саду родителям сообщат в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Привозят в порядок дорогу по всей ширине проезжей части, включая инженерные коммуникации. В Самаре ремонтируют улицу Чекистов в поселке Зубчениновка. Обновляют дорожное полотно в границах улицы Магистральной и Аэропортовского шоссе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Минувшую ночную смену на объекте продолжилась укладка асфальтобетона. При этом организован многоуровневый контроль. Остальные подробности выясняла Ксения Баканова. Сначала удаление старого слоя асфальта, затем ремонт инженерных коммуникаций, очистка основания от пыли и грязи и самый важный процесс – укладка асфальтобетона. По такой технологии в Самаре обновляют автомобильные дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Рабочие укладывают асфальтобетонную смесь «ЩМА-16» на полимерно-битумном вяжущем. Ее состав делает дорожное покрытие более надежным и обеспечивает прочное сцепление автомобильных шин с проезжей частью. Участок ровный, прямой, широкий. Единственная сложность – это интенсивное движение и высокое насыщенность улицы. Соответственно, поэтому все работы производимы в ночное время. Улица Чекистов преображается на глазах. Ремонт идет в интенсивном темпе. На участке от улицы Магистральной до Аэропортовского шоссе заменят более трех километров дорожного полотна. Рустам часто ездит по этому маршруту, возит ребенка в деревню. Говорит, еще недавно участок дороги был настоящим испытанием. Ямы и колейность затрудняли движение машин. Однако теперь уже видны первые результаты ремонта. И это очень приятно, рассказывает автомобилист. Очень нужна дорога. Очень рад, что отремонтируют ее. В деревню ездим, постоянно катаем к родителям. Для Самары этот участок имеет большое значение. На улице Чекистов активное движение даже ночью. Поэтому объект был взят в ремонт в начале дорожно-строительного сезона. Мы находимся в числе лидеров в последние годы. Осваиваем огромные бюджетные средства с высоким качеством. Для того, чтобы оставаться в числе лидеров, нужно контролировать ход исполнения работ подрядных организаций. Для этого выезжаем на объекты, смотрим планы производства работ, графики. Многоуровневый контроль на каждом этапе. Работа кипит. Дорожное полотно обновляют методом больших карт по всей ширине проезжей части. За асфальтоукладчиком движутся катки. Они уплотняют верхний слой асфальтобетона. Качеству покрытия уделяется особое внимание, чтобы дорога прослужила долго. Всего на данном участке планируется выполнить ремонт порядка 27 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Также на данном участке присутствует порядка 30 колоссов, которые будут заменены на новые. Выполняются с защитным механизмом, то есть они закрываются. Это сделано для того, чтобы не было вандальных действий. Специалисты подчеркивают, использование современных материалов и новейших технологий – одно из требований при реализации дорожного нацпроекта. На участке покрытие уже уложено на площади в 21 тысячу квадратных метров. За одну смену обновляют до 5000 квадратов дорожного полотна. После укладки асфальтобетона специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» вместе с подрядчиком и дорожной лабораторией выйдут на объект для отбора кернов, чтобы оценить качество полотна. Повышенное внимание уделят определению остаточной пористости. Ремонт примут только в случае соответствия работ всем требованиям контракта. В противном случае подрядчик все переделает за свой счет. На сегодняшний день в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре из 42 объектов ремонт завершен уже на 10 участках дорог местного значения. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. В Самаре строительство новой станции метро «Театральная» остается на непрерывном контроле. Работают сейчас в двух зонах – в историческом центре и в районе прикрестка улиц Новосадовой и Полевой. Так, на второй стройплощадке на прошлой неделе заканчивали укреплять стартовый котлован. На текущей неделе запланировано начало доставки отдельных элементов тоннеля проходческого комплекса для дальнейшего монтажа. А в исторической части города, внутри коллектора, установили 12 видеокамер, которые расположили в колодцах. На пост видеонаблюдения выведены все изображения. Камеры нужны для более детального мониторинга во время работ, необходимых для минимизации влияния будущей проходки на коллектор. Также предусмотрели установку GPS-датчиков. По информации регионального управления капитального строительства, выполнение этой задачи обеспечат в период с 10 по 19 мая. Затем специалистам предстоит провести повторное обследование коллектора. Кроме того, запланировано освобождение территории будущего станционного комплекса от сетей электроснабжения. Пришли к решению, что их переустройство все-таки необходимо. Это связано и с намеченными работами по ограждающим конструкциям станционного комплекса. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. С ростом пассажиропотока в подземке муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» обеспечит сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого продолжают обновлять подвижной состав, обучат и дополнительную группу машинистов. Повышение комфорта, перевозок и развития транспортной инфраструктуры региональной столицы является одним из приоритетных направлений деятельности. У нас работает много музыкантов, которые работают в центре города и добираются на работу сюда. Мне кажется, станция метротеатральная очень важна городу. Она разгрузит, во-первых, транспортные артерии и даст прямую дорогу из спальных районов в центр, в культурную точку, в культурный центр города Самары, к оперному театру и площади Ковышева. В Самарской области выросла средняя заработная плата. Цифры представили в докладе Самарстата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации в феврале 2023 года составила 48 453 рубля. По сравнению с февралем предыдущего года она выросла на 18,5%, говорится в докладе. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в 2023 году оказались нефтяники, программисты и страховщики. Уровень средних зарплат в этих сферах начинается от 63 тысяч рублей в месяц. А самыми низкооплачиваемыми специалистами в регионе стали риэлторы и те, кто занимается операциями с недвижимостью. Их средний доход оценили в 35 тысяч рублей. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн провел личный прием граждан. Какие проблемы волновали горожан, расскажет Галина Топилина. Оксана Москалева с семьей живет в многоквартирном доме на пятой просеке. Жалуется, коммунальная плата чрезмерно высока. Причем половина начисляемой управляющей компанией суммы приходится на общедомовые нужды. Москалева занимает квартиру площадью 61 квадратный метр. И зимой только за отопление плата может достигать 11 тысяч рублей. В семье двое детей. Оксана находится в декретном отпуске. Финансовая нагрузка полностью лежит на муже. Случается, что внести плату вовремя не удается. Начисляются пени. Как мы приобрели квартиру, это где-то уже седьмой год. То есть мы пытались эту проблему решить совместно с управляющей компанией. С жильцами как-то пытались. Через ГИС ЖКХ направляли обращение. Помочь наладить диалог с управляющей компанией Оксана попросила депутата Государственной думы Российской Федерации Александра Хенштейна. Здесь за апрель у вас насчислено было 4 тысяч. Нет, вы смотрите, это коммуналка. Это коммуналка и плюс отопление. За апрель 11 тысяч начислили. Это только коммунальные. У нас УК предоставляет квитанцию и отдельно ты плюс. То есть 2 квитанции. Вот в месяц зим 6-7 тысяч, а то и до 9 доходит, когда очень холодно. Это как вот... То есть один месяц я получилось просрочивала, не получилось оплатить. Сейчас там супруг трудности. У меня уже получается, видите, какая сумма. Безумие суммы. 15 тысяч. И вот сейчас за апрель у нас управляющая компания сняла... С 60 метров. Как это может быть? Ну вот и мы задаемся вопросом. Мы уже просто устали. Это безумие. Еще знаю. Александр Хинштейн пообещал разобраться в вопросе начисления коммунальных платежей. По словам депутата, этот случай далеко не единичный. И был уже опыт, когда по требованию прокуратуры управляющие компании производили перерасчет в пользу граждан. Мы будем инициировать проверки со стороны контрольных и надзорных органов. Потому что платежки, которые мне принесли люди, выглядели действительно очень странно. Как за относительно небольшое жилье в 50 метров 8-10 тысяч в месяц выходит, я не понимаю. Такие приемы граждан депутат Госдумы проводит регулярно. Чаще всего люди жалуются на произвол или бездействие управляющих компаний. Или просят помочь решить правовые вопросы. Галина Топилина, Игорь Казановский, События. Молодецкая удаль и девичья стать. В Самаре прошел праздник «Казаки на страже мира». Показать свои таланты приехали ансамбли народной песни, а также фольклорные коллективы. Энциклопедию казачьей жизни изучила наша корреспондентка Ксения Баканова. Анастасия Хапина пришла в ансамбль «Чаровницы и добрые молодцы» четыре года назад. Она поет, танцует и даже увлекается вышивкой. Причудливыми узорами девушка украшает костюмы для выступлений. Простые рубашка или сарафан в ее руках сразу превращаются в настоящие произведения искусства. Каждый человек талантлив, уверена Анастасия. Главное – найти занятие по душе. У нас есть фланкировка. Помимо этого, мы занимаемся резьбой по дереву, мы занимаемся вышивкой. Очень много чего делаем. Поэтому все русское народное ремесло – это, в принципе, тоже близко нашей душе. Такие вот шедевры. Этим можно пользоваться, из этого можно есть. В Самаре по крупицам собирают историю казачьего войска. В Доме культуры Победы прошел праздник «Казаки на страже мира». Здесь и ярмарка казачьей формы, оружие и изделия прикладного творчества. А выставка архивных фотографий посвящена истории возрождения волжского казачества. Черно-белая съемка – это 1990-1999 годы. Фотографии периода по Самаре, по Самарской области, других местах, где участвовали самарские казаки и волжские казаки. А цветные – это уже современный день. Это фотографии 2020-2023 год, показывающие об участии казаков в различных мероприятиях. В концертной программе приняли участие ансамбли народной песни «Потешки» и «Родничок», фольклорный коллектив «Горлица» и другие. Праздник прошел при поддержке администрации Самары, Самарского казачьего землячества и Ассамблеи народов Самарской области. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. В Самарском дворце ветеранов прошел праздничный концерт. Сквозь года звенит победа. В зале собралось около 80 гостей. В их числе – труженики тыла, блокадники, узники концлагерей, актив областной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. На праздники чествовали главных героев Великой Победы – участников Великой Отечественной войны. С подробностями – наши корреспонденты. В Самарском дворце ветеранов продолжают чествовать победителей. Тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, обеспечивал надежный тыл и восстанавливал страну в послевоенные годы. Цель сегодняшнего мероприятия – конечно, сказать прежде всего слова благодарности участникам Великой Отечественной войны. Очень грустно, что с каждым годом их остается все меньше и меньше, тем больше наша задача – сохранить память. Практически все учреждения культуры, творческие коллективы, образовательные учреждения считают за честь принимать участие в наших мероприятиях. Поэтому каждый раз это новые коллективы, это новое прочтение, это какие-то отдельные изюминки, которые позволяют действительно каждое мероприятие наполнить новым звучанием. Но главный лейтмотив всех мероприятий, посвященных 9 мая, сквозь года – звенит победа. В зале собралось около 80 гостей, в их числе труженики тыла, блокадники, узники концлагерей, актив областной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, а также молодое поколение. У нас на сегодняшний день растет молодое пополнение – наше будущее, наша защита, наша помощь. И, конечно, мы вот в этом отношении должны постоянно проводить свою работу, связанную с этими, и не забывая наши победы. Всем гостям праздника раздали георгиевские ленточки, а в зал внесли копию знамени победы, которое передали Самарскому дворцу ветеранов участники войны от поколения победителей потомкам. На сцене для всех собравшихся выступили музыкальные и танцевальные коллективы Самарского дворца ветеранов. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События. Выставка живописи и почтовых миниатюр «Искусство марки» открылась в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина. Зрители могут увидеть более сотни работ, в том числе марки, посвященные историческому, природному и культурному наследию страны и Самарской области. Светлана Кудрявцева продолжит тему. Марка как произведение искусства. Госзнаки Почты России, посвященные историческим событиям, памятникам культурного и природного наследия, архитектурным достопримечательностям, творческим личностям страны, можно увидеть в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина. Здесь открылась выставка «Искусство марки». В экспозиции не только почтовые госзнаки, но и конверты, карточки, картины, которые послужили прототипами для марок. Почти-почти все собирали в детстве марки. Но у многих у нас остановилось представление на том, какие марки были в СССР или выпускали какие-то государства-соцлагеря. На самом деле марки продолжают развиваться, и очень интересно увидеть то, как выглядят марки сейчас, и темы, на которые они сдаются. Очень отрадно, что здесь много каких-то тем, связанных с Самарой, с природой, с объектами культурного наследия. В церемонии открытия выставки приняли участие депутат Госдумы Александр Хинштейн, заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель Департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, руководитель выставочного проекта искусства марки Артем Адзибеков. Почетные гости также поучаствовали в гашении почтового блока, посвященного Национальному парку «Самарская лука». Его номинал 150 рублей, а тираж 25 тысяч экземпляров. В этом году, он юбилейный, мы отмечаем 165 лет выхода в обращение первой российской марки. И такого рода выставка, конечно, дополнительные интересы и внимание к филателии, к развитию марок придает. Что для нас важно? Важно то, что здесь представлены и марки, посвященные нашей самарской тематике. Последние несколько лет они стали очень активно появляться. Мы выпустили серию марок, посвященных архитектурным памятникам Самары. В 2021 году вышла марка, посвященная Самаре как городу трудовой доблести. И вот сейчас, посмотрев экспозицию, я понял, что нам не хватает. И мы уже предварительно договорились о том, что будем сейчас готовить к выпуску марки из серии современного искусства России, который увековечит наши скульптурные самарские композиции. Выставка будет работать в музее имени Алабина до 9 июля. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Самарская 68-я школа станет базовым учреждением с секции самбо. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Самбо в школу». Юные спортсмены, которые первыми записались на занятия, получили форму и дали клятву самбиста. Подробнее в сюжете Андрея Горгуленко. Малый спортивный зал 68-й школы теперь украшен коврами для занятий самообороны и безоружия. Специализированное покрытие появилось благодаря участию в федеральном проекте «Самбо в школу». И теперь 68-я школа станет базовым учреждением в городе, где будут воспитывать самбистов. Среди детей эта новость вызвала ажиотаж, и на занятия уже записались более сотни учеников. Я нисколько не сомневаюсь, что эта секция именно даст поколение новых героев. Как героев спорта, которые будут участвовать на Олимпийских играх, чемпионатах мира Европы, так и просто достойных граждан нашей великой страны. Самбо – один из немногих видов спорта, где судейство на международных соревнованиях проходит на русском языке. В 2021 году борьбу официально включили в список олимпийских дисциплин. Дебют на играх может состояться в Лос-Анджелесе в 2028. И первыми чемпионами могут стать воспитанники секций самбо, которые сейчас открываются по всей стране. Это вид спорта, который уже давно и исторически развивается не только в Российской Федерации, но и в мировой арене. И поэтому его признание в олимпийском движении – это важно для нас, в первую очередь для нашей страны, потому что это исконно русский вид спорта. На церемонии открытия секции дети дали клятву самбиста, получили форму в подарок и посмотрели показательные выступления профессиональных спортсменов. Новое веяние в развитии школьного спорта, потому что это не командный вид спорта, это возможность детям тренироваться, учиться стоять за себя, учиться защищать себя, своих родных, близких и, конечно же, свою страну. Федеральный проект «Самбо в школу» только начинает свое развитие в регионе. Планируется, что подобные секции откроются во всех крупных школах города. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В воскресенье 14 мая на главном стадионе «Самары» в 15 часов состоится матч между крыльями советов и локомотивом. Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта. По окончании матча дополнительные трамваи номер 5, 11 и 12 будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара-арена», уточнили в городской администрации. Также к остановке улицы Алматинская подадут дополнительные автобусы маршрутов номер 1, 23, 34, 41 и 47, следующие в направлении проспекта Кирова. На остановке улица Дальняя пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы номер 1 и 67, которые довезут болельщиков до мехзавода, управленческого, Красной Глинки и Крутых Ключей. Перекрытие автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется. Паблик телеканала «Самаргиз ВКонтакте» улучшает свои позиции среди сообществ российских телекомпаний. По итогам апреля мы заняли второе место по вовлеченности подписчиков по версии «Нью-Медиа» с показателем 4,2%. До этого в течение двух месяцев подряд мы занимали третью строчку рейтинга. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе социальной сети. Наши пользователи одними из первых узнают обо всех новостях, которыми живет «Самара». Еще одно преимущество для наших подписчиков ВКонтакте – здесь можно оставить жалобу, и она практически моментально уйдет в профильные городские службы. Также в группе регулярно разыгрываются различные призы – билеты в театры, кино, сертификаты в спортивные клубы, цветы и многое другое. В апреле телеграм-канал «Самаргиз» занял первое место в рейтинге каналов по вовлеченности реакции с показателем 6,8% по версии «Нью-Медиа». Здесь учитывалось соотношение всех активностей подписчиков, количество просмотров публикаций. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации «Самары» Вести с Дворянской сообщает, что для предпринимателей стартовала регистрация на форум «Мой бизнес-63». Форум начнется 24 мая в рамках реализации НАС-проекта «Малое и среднее предпринимательство». Подать заявку на участие и ознакомиться с программой события можно по ссылке, указанной на странице канала. По традиции форум откроет пленарная сессия, в числе спикеров которой – федеральные эксперты представителей ведущих технологических предприятий. В этот день участники форума также смогут увидеть экспозицию инновационных и стратегических проектов, которые представят предприятия и Министерства региона. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации «Самары» в своем телеграм-канале сообщает, что в регионе оформлено более 90 тысяч заявок на карту жителя Самарской области. Это масштабный цифровой проект, который реализуется региональным правительством совместно с платежной системой «Мир» и банками-партнерами. Функционал карты жителя позволяет использовать ее как полноценную банковскую карту, проездную и льготную транспортную карту, полис ОМС, ключ от умного домофона, а также получать скидки и бонусы от партнеров проекта. Это свыше 200 компаний, среди которых туристические агентства, фитнес-центры, розничные магазины и культурные пространства. На карту также можно зачислять заработную плату, пенсию и все виды бюджетных выплат. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в своем телеграм-канале напоминает, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok